Нафтали Беннет родился в израильском государстве в марте 1972 года. Мальчик родился в городе Хайфе в многодетной семье американо-еврейских эмигрантов. Отец Джим и мать Мирна в молодости переехали на Ближний Восток из Сан-Франциско. Предки мальчика и его единокровных братьев были уроженцами Польши, Германии, России и Нидерландов. В жилах будущего политика текла кровь раввинов-рапопортов и героев Второй мировой войны, ставших жертвами Холокоста. С детства родители, исповедовавшие современный ортодоксальный иудаизм, прививали представителям младшего поколения уважение к религии. Однако из-за военных конфликтов они вынуждены были покинуть страну. Глава рода был служащим армии обороны Израиля. Пока близкие были в Соединенных Штатах Америки, он сражался за благополучие сыновей и жены. Когда вооруженный конфликт 1973-го был разрешен, годовалый Нафтали с матерью вернулся на родину. Но потом ему пришлось попутешествовать по миру из-за работы отца. Мальчик побывал в Монреале и Нью-Джерси в дошкольные и младшие школьные годы, окончательно осесть в Хайфе получилось только в возрасте десяти с лишним лет. Образование Беннетт получал на территории Ближнего Востока и за границей. Во время пребывания в Йошеве-Явне, высшем религиозном учебном заведении, он получил статус лидера религиозной сионистской организации Бния-Кива, ратовавшей за приверженность национальным традициям и возвращение исторических земель. В 1990-х Нафтали призвали на службу в армию обороны Израиля. Он командовал ротами в подразделениях Саерет-Маткали-Малаган и приобрел опыт в разведке в ходе первой палестинской интифады, завершившейся подписанием мирного соглашения Восла в середине 1993 года, а также присутствия при операции «Гроздья гнева» в 1996 году. Во взрослую жизнь Беннетт вступил в звание майора запаса. Между участием в вооруженных столкновениях, периодически потрясавших Израиль, он отучился в Еврейском университете и Иерусалима и стал бакалавром юридических наук. В конце 1990-х военный переехал в Соединенные Штаты Америки и обосновался в Верхнем Истсайде, чтобы начать карьеру предпринимателя в области программирования и информационных технологий. Он стал соучредителем, а затем гендиректором компании «Киота», занимавшейся борьбой с мошенничеством. Продажа бизнеса партнером из фирмы «Рса Секьюрити Инк» сделала представителя еврейской национальности миллионером, а также потенциальным кандидатом на попадание в список медиахолдинга «Форбс». Оставив бизнес, Нафтали вернулся на родину и заинтересовался политикой. После участия в июльской войне 2006 года он примкнул к главе израильской оппозиции Беньямину Нетаньяху и возглавил штаб правоцентристской национал-либеральной партии Ликут. В начале 2010 Беннета назначили гендиректором Совета еврейских поселений Иудеи, Самария и Газы, протестовавшего против остановки строительства жилья для палестинцев на западном берегу реки Иордан. Спустя год бывший предприниматель вместе с программистом Айолит Шакет основал движение «Мой Израиль», главными целями которого были усиление сионизма среди сторонников правоцентристских политических взглядов, расширение диалога между религиозными и светскими общинами и продвижение инициативы стабильности государства. На парламентских выборах в 2013 году Беннет возглавил партию «Еврейский дом», получившую 12 мест в Кнесете, Израильском паралименте. Впоследствии политик получал кресло министра экономики, министра по делам религий, а также министра по делам диаспоры Израиля, что позволило держать руку на пульсе и пристально следить за обстановкой в политически нестабильной стране. В 2015-м Нафтали назначили ответственным за сферу образования. Он инициировал внедрение новой школьной программы, чтобы популяризировать посещение объектов культурного наследия, находившихся в ближневосточном регионе на границе с Палестиной. Ответственная работа заставила ненадолго покинуть Кнесет, к тому же политик стал претендентом на пост министра обороны страны. В конце 2010-х Нафтали разошелся во взглядах с давним соратником Беньямином Нетаньяху и основал религиозно-светскую партию «Новые правы» после неудачи на выборах вошедшую в коалицию Ямина. Альянс выступал за еврейскую идентичность, единство страны и национальный суверенитет. В марте 2021 года на внеочередных парламентских выборах коалиция Ямина получилась семь мест в Кнесете. Спустя пару месяцев без участия парламентского большинства Беннет, представлявший правые силы и Еир Лапид, лидер центристской партии Йошатит, в процессе переговоров на Черно решили вопрос об основных принципах формирования израильского правительства. В середине июня члены Кнесета избрали Нафтали новым премьер-министром Израиля. Политик, по договоренности занимающий пост до 2023 года, добился такого результата с минимальным перевесом голосов. О личной жизни израильского политика обществу известно немного. Вместе с законной женой Гелат, работающей профессиональным кондитером, Нафтали растит и воспитывает четверых детей. Семейные фото часто появляются в инстаграме-аккаунте, соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации МЭТА, которая признана в РФ экстремистской политикой. Ради супруга женщина, придерживавшаяся светских традиций, стала чтить религиозные обычаи. Для семьи важно в шаббат воздерживаться от работы и соблюдать иудейский кондитер. Продолжение следует...